Карагандинская область в снежном плену. Работы у спасателей прибавилось. Только за сутки из снежных заносов вызвали 7 человек. Вчера вечером поступило сообщение, что на автодороге Аркалык из Ларда, в 30 километров от поселка Жезды, в снежном заносе застрял автомобиль Toyota Surf. Силами Спиасер областного ДЧС два человека были спасены и доставлены в ближайший населенный пункт. В тот же день в Ултавском районе в аналогичной ситуации оказались 5 пассажиров автомобиля ВАЗ. Все они были вызволены из снежного затора силами спасателей и доставлены в поселок Улытау. Тем временем сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям предупреждают граждан. Чтобы они обращали внимание на погодные условия, во-первых. Когда выезжают на трассу, многие люди не готовятся. Автомобили в технической характеристиках неправильно, там ломаются машины. Не в зимних солярках ездят многие водители, а особенно грузовики. И бывает и плачевного характера ситуации. Чтобы избежать и чтобы не было жертв, хотим еще раз населению сказать, чтобы когда выезжают, они чтобы были бдительными. Между тем прогнозы синоптиков сбылись. Зима продолжает бушевать на территории Карагандинской области. На смену южному циклону пришел западный, а вместе с ним снегопады, метели и усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Синоптики рассказывают, что до конца января погода будет неустойчивой. Уже через пару дней в области похолодает. Столбик термометра опустится до 22-27 градусов мороза. Через территорию Карагандинской области проходит холодный фронтальный раздел. Поэтому у нас еще на ближайшую ночь сохранится на севере и востоке области снег, метель, сильный западный ветер порывами до 15-20 метров в секунду. Но уже завтра днем холодный фронт сместится на восток области. Поэтому днем по западу уже начнется прекращение осадков. Осадки слабые останутся только на востоке области. И к утру мы ожидаем понижение температуры.